Дорогие господа и дамы, мы сейчас покажем вам, как делается специальная техника профессионального мануального массажа для декомпрессии позвоночника, для подготовки тела человека к дальнейшим таким же жестким мануальным манипуляциям. Как вы знаете, меня зовут Олег Алав Гудвин и сейчас мы работаем со спиной. Спина у нас входит от ягодицы до головы, часть тела вот такой, корпус как бы весь. Работаем, соответственно, с противоположной стороны и я покажу всю технику от начала до конца с некоторыми пояснениями, чтобы вы понимаете, для чего мы это делаем. Значит, смазали необходимые участки тела маслом, сразу же поглаживание идут легкие, тут же растираем маслом, одновременно и поглаживаем. Это первая техника, потом растирание, спиралевидные, продольные. Поперечное растирание мы тоже будем делать, но уже на отдельных участках локальных. Теперь продольное растирание близко к позвоночнику, от остистых отростков идет паравертибральная мышца, таким валиком. Мы как бы этот валик отодвигаем и между позвоночником и этими мышцами стараемся внедриться ладонью, ребром ладони точнее. И вот такая техника стежки называется. Мы как будто бы шьем. От крестца мы начинаем. Разделяем условно первую раз на четыре части, заходим даже вот туда, трапециевидные мышцы обязательно прорабатываем. Второй проход делаем на три части, третий на две части и на одну часть общую. Итак, показываю. На каждой части примерно три-четыре таких стежка. Раз, два, три, четыре. Вторая часть корпуса просто висит, отдыхает. Если хотите, можно чуть облагоситься на стол, чтобы вы отдыхали. Раз, два, три прохода. Раз, два, и третий проход. Четвертый, вернее, всю спину от крестца и даже вот туда, видите, залаживаем. Чуть-чуть приподнимаю трапецию на каждом ходу. Вот так вот. При этом движение идет полностью от пятки, как в боевых искусствах. В искусствах мы движемся все корпусом. Таким образом мы передаем гораздо больше импульса и энергии в тело человека. Можно создать энергетический шар и запретить в него, чтобы пробить еще энергетические пробки. Но это уже другая техника. Это мы будем на последнем занятии тренироваться. А сейчас нам самое главное перевести кинетическую нашу энергию в трение, а трение переходит в тепло. Человек сразу чувствует, как он согрелся. И все наши растирающие техники должны шуршать. Шуршание – это признак того, что вы все-таки делаете растирание, а не разминание. Так, теперь вот видите, к локальной зоне я перешел. Здесь мышцы ведут от уголка плеча, веерообразно. Вот так вот. Соответственно, продольно, вдовольных, мы растираем сначала ладонями, потом ребрами ладоней. Потом одну ладонью ставим и ребром проходимся уже немножко напротив вашего пальца, создавая такой валик. То есть уже такой переходный процесс к разминанию. Растирание и разминание вместе. И потом ладонь заменяем полностью всем предплечьям. От мизинца до уголка локтя идем. Соответственно, это вот удобнее с шеей делать. Видите, он там прокатывается. Можно даже немножко вот так вот подкручивать руку. Спиралевидно. Для этого, соответственно, нам важна поза пациента правильно. То есть здесь мы положили руку сюда, раскрыв трапецию. Можно даже побольше, по 45 градусов ее положить. Эту руку убрали, она нам, чтобы не мешалась, потому что мы движемся все время из него, чтобы постоянно глокоти мы не били. И раскрыли шею, потому что сразу начинаем работать с шеей. То есть предупреждайте, чтобы пациент ложился к вам лицом, повернул к голову лицом к вам. Итак, показываю вот этот участок. Я стерла всю спину общую, да? Теперь локально. Видите, прием-переход из-за того в один достаточно быстро. Теперь эти же мышцы растираем не продольно, а поперечно, да? Вот развернули локоть. И доходим до конца, опять, целиком все тело размяли. Здесь у нас работает весь локоть. Видите, как на ткань собираем. Можете с этой стороны снять, чтобы было удобно видно. Видите, он скатывается в валик. То есть такое широкое, глубокое разминание уже получается. Чтобы побольше захватить, у меня работает у локтя еще и кисть. Вот так, то есть я кистью. Если тут рука напрямую лежит у человека, положу руку сюда. Вот, мы можем его как бы задеть рукой, да? Поэтому, когда сюда я ухожу, я промахиваюсь, я вот в кулак и сжал. А когда обратно, она подхватывает ткань, тело человека, и мы ее проминаем. Видите? То есть вот туда ушел, промяли, ушел, замяли. И, соответственно, бывают люди-хузники, у них торчат астистые отростки. И, собственно говоря, астистые отростки, это вот не сам позвоночник, а вот эти вот косточки, да? Вот. Мы по нему желательно своими костяшками не задевать вообще. Это больно, это неприятно и вообще не нужно никакой. Профилактики не несет, поэтому, если вы уж работаете локтем, чтобы вот эта косточка следить, чтобы она промахивалась. Вот, видите, по касательной шла, не задевая позвоночник. Так, растерли. И теперь пошли у нас сразу вибрации. Вообще, все техники мы делаем снизу вверх, да? Гоним к сердцу человека, кровь. И, соответственно, лимфу тоже гоним вверх, подвздошную, ну да, к подвздошную впадину, подмышечную впадину и подключичную впадину вот туда. Сразу переходим. Эта техника мануального массажа, она отличается от классики тем, что тут везде включены вибрации всевозможного вида. Первая вибрация. Начинаем парагестабральную мышцу скатывать валиком. Вот так вот. Сейчас, секундочку. Нету демонстрационного материала змеи вот этой. Представьте, что вот эта змея взяли, да? И вот она вот так вот колбаской перекатывается. Тела, ну вот так вот она вот должна перекатываться. Тела у всех разные. Поэтому где-то может захватить, где-то нельзя захватить. Вспоминайте из классики. Это вот двойной кольцевой хват. Вот так вот делается, да? Здесь, соответственно, мы просто и локально сделали на вот этом участке. Если не удается захватить, да? То хотя бы отодвигаете мышцу от позвоночника в сторону. Все наши движения, где мы видим костяшки какие-то выпирающие здесь, ось лопатки там, ну и так далее, да? Мы там всегда, или вот бедренная версия, вот этот большой домом сюда, мышцы отодвигаем от костей. Как бы стараемся на нагольный тоже. Так, вот видите, вибрация пошла. Но тут ее еще, он литер раскачивается. Вот на первой легкой вибрации, то есть просто как бы потряслили его, да? Чтобы ее усилить, я еще дополнить вот этой рукой прислоняюсь плотно. И пока разминаю, этой рукой, видите, задаю качание еще больше. Вот, аж до пяток здесь, видите, раскачивается. Вторая вибрация сразу, опять снизу вверх. Становимся плотно на крестец. Рукас ползает вниз. И открыт ладонью, ну, трясем пальцем, по сути. Не телом, в этот раз трясем, да? А пальцами. Это единственный наш прием, когда мы движение задаем не от пяток, а от корпуса нашего, а вот от пальцев. Растрясаем просто сверху. Верхние слои желательно дойти до конца, до места крепления. Тапециевидная мышца, на самом деле, крепится вот там, она вот так загибается. И к ключице подходит. До середины ключица она вот крепится. Третий вид колебательного воздействия. Опять ставим руку, спускаемся, проходим мимо почек. И там, где уже начинаются ребра. Эта рукой, противоположная, задаем движение. А эта рукой, как бы, чуть-чуть туда подбиваем. Можно с корпусом тела. Видите? То есть я корпусом подаю вперед немножко. Здесь мы воздействуем на реберно-позвоночные соединения. Вот они идут, да? Ну, скелетинжку маленький. Тут побольше на свое расстояние. Примерно сантиметров семь где-то так и получается. То есть вот мы, чтобы их разбить, мы, соответственно, давим вверх, относительно корпуса Д, и подсорик огрался в стол. То есть вверх наш направлен вот туда. Черт, демонстрирую. Уже в этот момент можно услышать такие щучки. Хруст, мобилизация вот этих сочленений позвоночно-реберных. Следующий вид вибрации. Когда мы кладем руку полностью, да? И большим пальцем, во-первых, тестируем, где есть спазм у человека. Ну, с этим пришел. Вот маленький спазм. Вот. Подушечка пальца, она очень чувствительна, поэтому вы можете легко понять, ну, где какая-то есть, ну, что-то не то, да? Мышцы либо не слишком гладкие, либо жесткие, либо где-то вот такие, как струны натянутые, вот так и бывают, да? В этом же приеме мы делаем выжимку. Вообще выжимки можно время от времени делать между любым приемом какой-то, вот там. Закончили, да? Вот. Они делаются медленно, прогоняя лимфу. Как я уже говорил, да? Одну выжимку с утяжелением. Уводим лимфу в подмышечную впадину. И вторая выжимка плотная, медленно. Уводим лимфу в подключечную зону. Вот. И здесь, я все про это прием рассказываю, вибрация четвертая наша, да? Мы сделаем с утяжелением. И просто не видно, да? Вот на большой палец на свой, там, давлю ладони, да? Чтобы поплотнее войти в ткани. И подбиваем мы его остистые отростки. Остистые отростки, дело в том, что они могут быть ротированы, да? Звонки ротированы, отростки, соответственно, входят в бок, да? И наша цель хоть немножко, ну, большим пальцем, да? Подбить, поставить на место на одну линию. То есть вот в наше движение идет вот так вот. Каждый отросточек, ну, как бы, вот, в легкий такой удар делаем. Ну, считать отростки нет смысла, вы собьетесь, да? Просто условно. Вот, поставили. Как лицет закончился, да? Сразу устанавливаем руку. И тут, видите, тело еще качаю. Я раскачиваю тело, все, видите? То есть правильно вы его сделаете тогда, когда у вас будет все тело проходить. Вот, и это наше первое глубокое внедрение вот этим пальцем в тело человека, да? Мы даем ему подсознательно понять, что дальше у нас будут техники переходить от общего к частному, да? И от поверхностного к более глубокому. Дошли до трапециевидной мышцы. Сразу переходим к следующему приему. Руки превратились в лапу леопарда. Это мы поджали плотно, как кошка поджимает, да? Коготки свои к подушечкам, ладони. И работаем вот этими костяшками. И против большого пальца. Соответственно, какие у нас приемы? Во-первых, это сжатие, да? Во-вторых, шестеренки, когда пальцы ходят вот так вот. Шестеренки, как правило, используются где округлые поверхности. Вот есть, да? Вокруг ключа, вокруг ягодинцы. Далее, мы друг против друга еще шестеренки можно использовать. Лучше канди хватили, видите? И вот так троминаем. И прием куриная лапка. Когда вместе рядом руки, все пальцы, да? И мы их расширяем. Вот демонстрирую. Видно, да? Так, сейчас мы до этих всех приемов доберемся. Первое, берем. И лапа леопарда вот быстро растираем. Шестеренки включаем. Плечо размяли. По поднимали плечо. Проверили его подвижность. Соответственно, вот лопатка, да? Точки приложения усилия. Раз, два и три. Вот вместе с плечом. Раз, приподняли. Два, приподняли. И вот эту косточку. В заключение просто приподняли всю лопатку. Страпевцы протряслили. И она как будто выпала сама под собственной тяжестью. Плюх на стол. Переходим к широчайшим мышцам. Вот лапа леопарда. Видите, как с другой стороны пощипывают. Как будто бы, да? Сразу видно, что человек согрелся. Видите, гиперемия здоровый. Румянец на пол спины. Это отчетливо показывает, что вы делаете техники правильно. И можете даже за это похвалить ваша пациента. А по сути, вот этот прием, да, тогда вот эти пощипывания. Это модернизированный прием из классики. Который вот тот же самый двойной кольцовый, да? Захват. Так он пожестче. Вот, взяли мышцы, да? И так вот мы ее прошли. После этой жесткой разминки, следующий прием, превращаем руку в кулак. И теперь вот этими косточками. Достаточно остро. Заведряемся опять от оситых пазанков в тело человека. Пытаемся их отодвинуть в сторону. У них даже видно, как мышцы прям так хорошо. Сейчас отходит. Отодвигаем их, отодвигаем. Это прием называется открыли ключи для шлюзов. Потому что дальше, вот как бы ключи поворачиваем, да? Повернули. Дальше мы отодвигаем, уже открыли шлюз. У нас потекла вода. Это вот рисунок, такую тельняшку на теле человека. Уводим в селью фу, из-за отработанной зоны. Вниз. Всегда возвращаемся обратно, да? Мягким поглаживанием. Можно таким сдрагиванием немножко вернуться обратно. Ставим теперь этими же костяшками на крестец. Прорабатываем крестец. Утяжеление делаем. Промахиваемся мимо позвоночника. И по парамидитабральным мышцам прошлись с вибрацией. Вот с такой. Раздавили и разжарились мышцы достаточно глубоко. На обратном ходу всегда не забывайте поднимать трапецию. Это достаточно приятно. И мы каждый раз будем к ним возвращаться. Очень часто между разными приемами будем возвращаться. Тут же поставили руку лапу леопарда. И с утяжелением используем быстро, энергичные уже глубокие растирания. То есть это не те растирания, которые мы в первый раз делали, а они энергичные. Завершаем наше движение на ягодицах и переходим к зоне обработки ягодиц и поясницы. Опять же, локально тут местное растирание близко друг к другу. Заменили один локоть. Одну руку на локоть, другую локоть, да? Наоборот, заменили. Потому что здесь уже мышцы этой косточки и веерно идут вот так вот. То есть мы их растерли продольно, а потом поперечно. Поставим вот и заканчивается крестец у нас, да? Разминаем этот листец, входя пальчиками, стараемся обойти между позвоночником и подвозжим уголок подвозжим костей. Вот этот уголок, да? Вот эти вот мышцы должны промять. И дальше приминаем все косточки крестца. Крестец это пять срошечных позвонков. Ну, уходим по человеку, вы, в принципе, можете досконально даже прощупать. Промяли. В наш массаж плечи нам еще точки. Поражали точки акупунктурные. Это где соединяется крестец с копчиком. Раз, две точки. Там он как бы расходится косточки, да? Там там такая ямка была. Потом на обратном ходу промяли вот эти точки. Раз, два, три, четыре. То есть пять срошечных позвонков, между ними отверстие, с которым выходит нервы, да? Четыре отверстия должно быть. Раз, два, ну, примерно между ними, там по сантиметрам. Три, четыре. И, наверное, на подвздошной косточке эта ямочка. Здесь проработали ее. Там очень много и над ней. Там очень много вот любят соли собираться, шарики всякие жировые. Бывает больно, но это нужно. Далее растягиваем квадратные мышцы и уходим по греблю подвздошной кости. И уходим вперед. Почти похода уже. Делаем три прохода. Мышцы крепятся чуть больше, да? Дальше есть такой участок, где почти мышц нет, это сухожилие. То есть гребень, вот, видно, да? Иготиз закончилась. А гребень по драмкосе заканчивается где-то вот здесь примерно. Можно прощупать его, да? То есть прошлись по месту крепления мышц, по гребню и над гребнем. Нужно с такой, с вибрацией левкой. В этот момент мы уже корпус тела развязнули к ягодице для более плотной ее проработки. Ну, вот опять же, вставляем палец вот в эту ямочку между позвоночником и гребеном по зажжу костей. И куриной лапкой отодвигаем от крестца, отместитель крепления крестца, мясо в сторону. То есть, ну, можно всю легорицу до продольного лапа леопарда растереть. А еще один прием, когда вот, куриная лапка, вот так вот, это мясо все отодвигает. С двумя руками делать, можно одной. Потом кулачками прошлись по всей ягодице. Смина ее хаотично, в разных направлениях, по-всякому. Установили руку на противоположную ягодицу, и здесь шестеренка проходим себя по месту крепления мышц, по середине этих мышц, да, и вокруг верстла бедра на кости, кулаком желательно поглубже залезая. Вот, нарезаем вот такие круги. После этого кулак у нас уже стоит для вибрационных техник. Теперь вдоль, то есть мы поперек все прошли, да, теперь вдоль этих мышц, по их росту. Растрясаем с такой легкой вибрацией до косточек.